Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и сегодня мы поговорим об одной из многочисленнейших конструкций вечного двигателя, которая, как и все эти конструкции, конечно, не работает в силу закона сохранения энергии. Ведь если бы вечный двигатель работал, он бы этот закон нарушал. Но разобраться с тем, почему не работает та или иная конкретная конструкция вечного двигателя, часто оказывается весьма непросто. И тот, кто сумел это сделать, может сказать про себя, что прирастил свое знание в той или иной конкретной области физики. О конструкции вечного двигателя, которую мы рассмотрим сейчас, мне написал наш подписчик Данил Машанов. Он пишет, я понимаю, почему не будет работать вот такой классический пример вечного двигательно-капиллярного эффекта, как на этой картинке. Понятно, что вода не будет подниматься по капилляру и капать вниз, она будет удерживаться в нем. Более того, если бы капилляр коснулся поверхности воды в верхнем сосуде, то вода утекала бы из верхнего сосуда не только через отверстие колесо, но и по капилляру тоже. Но вот в вашем ролике про капиллярный эффект, продолжает он, был опыт с вот такой кюветой. Но вам эту кювету не очень хорошо видно сейчас. Значит, здесь расстояние между двумя ее стенками большое, а здесь это расстояние практически сходит на нет. И я придумал такую конструкцию вечного двигателя, которая вот основана на этом опыте. Я понимаю, что он не будет работать, но я не могу объяснить почему. Ну и мы с вами тоже сейчас на эту конструкцию посмотрим, но сначала мы посмотрим на сам опыт с заливанием воды в эту кювету. Итак, мы залили в кювету первую порцию подкрашенной воды. Теперь пришло время второй порции. И посмотрите, как высоко за счет капиллярного эффекта поднимается вода по сравнению с обычным уровнем воды в кювете в той ее части, где расстояние между стенками, совсем небольшое. Но теперь конструкция, предложенная Данилом. Поскольку в кювете вода с одной стороны поднимается существенно выше, чем с другой, давайте, говорит он, мы сюда вставим такую трубочку. И вода по ней потечет и будет из нее капать. А под эти капли мы подставим колесико. И вот у нас получился вечный двигатель, в котором вода будет циркулировать и вращать колесо. Я, конечно, понимаю, говорит он, что этого не должно быть, что эта штука работать не будет, только мне не получается объяснить. И вот тут я думаю, что вам стоит остановить сейчас это видео и написать в комментариях, почему вы считаете, что это устройство не будет работать. А потом уже посмотреть на мои объяснения и сравнить их со своими. И вот мне любопытно, какие соображения написали вы. А у меня первое соображение было таким. Здесь проведу уровень воды и скажу, на этом уровне давление является атмосферным, но ниже по отношению к этому уровню. Давление растет, как гидростатическое. А вот сюда вверх давление уменьшается. Это так называемая лапласово-отрицательная поправка за счет капиллярного эффекта. Здесь давление на этом входе в трубочку меньше атмосферного, а здесь оно атмосферное. Ну и как тогда вода может потечь из области меньшего давления в область большего давления? Такого быть не может. Но это соображение, оно, конечно, такое теоретическое очень. И многие скажут, что это слишком сложно. Но на этот счет у меня есть второе соображение. Раз вода здесь поднялась высоко, значит, что расстояние между стенками очень маленькое. Но мы и так это знаем. И мы в эту область ввели тоненькую-тоненькую трубочку. Так это тоже капилляр. Ну и тогда здесь, на этой стороне у нас образуется капиллярный мениск. И вода будет удерживаться в капилляре. Вовсе не будет даже из него капать вниз. Ну и, наверное, есть какие-то другие соображения, которые могут быть высказаны. И здорово, если вы их высказали. Ну и какие-то другие варьирования ситуации. Там, например, что будет, если у нас не смачиваемый конец трубки? А то, а это другое. А что будет, если трубка расширяется на конце? Ну и все эти ситуации должны быть рассмотрены. Мы же знаем, что вечного двигателя быть не может. Значит, мы и эти ситуации можем объяснить. А теперь я хочу предложить вам на заключение еще одну задачу. Итак, на этом рисунке мы видим два сосуда. Из нижнего сосуда в верхний поднимается тонкая капиллярная трубка. Из верхнего сосуда вниз свисает сифон. Причем его внешний конец, он не только ниже уровня воды в верхнем сосуде, но даже ниже уровня его дна. Так что вода по этому сифону точно будет стекать вниз. Так что же, получается, что такой вечный двигатель будет работать? Ваши опровержения, неготования и другие соображения пишите, как обычно, в комментарии к этому ролику на ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова